Дорогие братья и сёстры, всех приветствую! Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. И Дух Святой пусть пребудет всегда в нас. С вами рубрика «Благовестие» и вы на канале «Самсонэти Лайф». И я, незрячая сестра во Христе, Алена Самсонова. В прошлый раз у нас была замечательная рубрика о семи церквях. В общем, мы разбирались с вами, да, первые три главы из книги «Откровения». Но сегодня я считаю, что нужно вернуться нам... Так, секунду. Нужно нам вернуться к нашим посланиям, к Оринфинам. И первое мы разобрали с вами послание. И сейчас, наверное, да, начнём разбирать с вами второе послание к Оринфинам. Да, начнём с вами его тоже читать, разбирать. Вот. Так, всё-таки, наверное, мне надо положить диктофон. Пока не знаю. Две главы точно прочитаем. Но будем ли брать третью, может быть, и будем. Так, как Господь нам усмотрит, так мы и поступим с вами. Так, пускай будет сюда, наверное, да, нам лучше его поставить, положить. Вот. Ну, давайте сразу, уже без лирических отступлений, читать. Потому что мне, в принципе, в предыдущей теме добавить нечего. Так. Итак, поехали. Глава первая. Да, второе послание у нас уже к Оринфинам. Нашего апостола. Так. Ну что, начали. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в Каринфе, со всеми святыми по всей Ахаии. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да, я добавлю еще про Дух Святой, да, пусть он у нас пребывает всегда. Благословен Бог и Отец Господа нашего, так, да, и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше». Да, вот где-то я тоже, я не знаю, откуда это место, там, в качестве подтверждения, да, что Господь, скажем, в страданиях, да, даст и утешение. Вот у меня тоже, когда горе случилось, непоправимое просто-напросто, но я не буду пояснять. Уже, наверное, кто слушает рубрику, все знают. Мне вот тоже меня так утешали, что Господь непременно даст мне утешение. Вот, собственно говоря, так и происходит. Господь даёт утешение, да? Дальше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего... Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Так, утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете, зная, что вы участвуете, а что вы участвуете, как в страданиях наших, так и в утешении, ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей бывшей с нами в оси, потому что мы оттягчены были чрезмерно чрезмерно и сверх силы, так, что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мёртвых, который и избавил вас от столь близкой смерти и избавляет и на которого надеемся, что и ещё избавит. при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас, ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и благоугодной так, что мы в простоте и благоугодной так, как же, да, благоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашу, в день Господа нашего, Иисуса Христа. И вдвойне, а, не то читаю, и в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам. А вы проводили бы меня в Иудею, имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил, или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю так, что у меня то да, то нет. Нет? Верен Бог, что Слово наше к вам не было то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем не был да, все правильно, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь. Во славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и позвавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Карин, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы сейчас поспешествуем, да, но мы поспешествуем, радости вашей, ибо верую вы тверды. Так, я думаю, здесь не нужно ничего особенно пояснять, да, пойдем дальше, глава вторая, и так я рассудил, так, и так я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною, это самое и писал я вам, дабы придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас, от великой скорби и от стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Видите, да, какая любовь Божья, даже в избытке. Да, каждому бы так, и мне, и всем вам. Помоги, Господи, аминь. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно сего наказание от многих, так, что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. Да, как порой важно, да, утешить тоже человека, чтобы не было чрезмерной печали. Не, ну, хотя есть такое, что кажется, где-то в псалмах было, если я не ошибаюсь, но могу ошибаться, что с плачущими плачьте, да, а с радующими радуйтесь. Но, чтобы не было чрезмерной печали у человека, такое тоже может быть, да, так же, как и чрезмерная радость. Да, чтобы не было печали чрезмерной, то, конечно, нужно утешить человека, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью. Так, дальше. И потому прошу вас оказать ему любовь, да, про которую мы сколько рубрик уже говорим и будем говорить, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделать, а, чтобы не сделал нам ущерба, сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Ну, да, что верно, то верно. И Христос тоже про это, да, говорил, что если вы не будете прощать ближнему согрешение, да, то не простит вам не Отец Небесный. Ну, понятно, что это врагу на руку, само собой. Ну, здесь тоже, да, помните, мы с вами пятую главу разбирали Евангелие от Матфея. Ну, здесь тоже, как бы, об этом говорится. Придя в Труаду, сложное слово, но, видимо, это местность. Так, придя в Труаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверсто было дверь Господа, я не имел покоя, еще раз, следующая страница. Так, я не имел покоя духу моему, потому, что не нашел там брата моего Тита. А, вот, как раз, да, послание Титу еще есть. Мы знаем. Дальше. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познание о себе распространяет нами во всяком месте. ибо мы Христово благоухание Богу спасаемых в спасаемых и в погибающих. для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. и кто способен и кто способен к сему, ибо мы не сейчас ибо мы не повреждаем слова Божия. еще раз, ибо мы не да, ибо мы не повреждаем слово Божие, как многие, ну или слова Божие, нет, все-таки слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога пред Богом во Христе. Да, как важно проповедовать действительно искренне, а то у нас в наше время очень много проповедников, да, во-первых, лжеучителя, во-вторых, то, что они проповедуют, далеко не сходится с их жизнью, да, это мы наблюдаем, конечно, есть такое, даже вот по голосу, да, когда проповедует кто-то или благовестует, ну, слышно, что неискренний какой-то голос у человека, невозможно объяснить, как это, но это, к сожалению, слышно, так, ну, давайте все-таки мы третью главу тоже разберем, и, наверное, на сегодня достаточно, так, третья глава, неужели нам снова знакомиться с вами, неужели нужны для нас, как для некоторых одобрительные одобрительные письма к вам или от вас. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на полотяных скрижалях сердца. О, да, я говорила как-то. тоже три или четыре рубрики назад получается. Ну, три рубрики назад, когда начинала тему надежды, веры, веры, надежды и любви. вот, говорила о новом и ветхом завете, да, различиях тоже. Ну, здесь примерно та же мысль. Немножко в другом контексте, но тоже о различиях. Так, ну, мысль в принципе та же. Ну, дальше. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому, что буква убивает, а Дух животворит. Да, что-то такое, тоже проповедь какую-то такую слышала на эту тему замечательную. Если же служение смертоносным так, если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его превосходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждение славно Так, еще раз Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служением оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего последующего ну да преимущественная слава конечно до нашего Христа ибо если так ибо ибо если приходящее славно тем более славно пребывающее Имея такую надежду мы действуем с великим дерзновением а не так как Моисей который полагал покрывало на лицо свое чтобы сыны Израилевы не вас сейчас не взирали на конец приходящего но умы их ослаблены ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета потому что оно снимается Христом да вот даже мы вспомним да как завеса в храме разодралась вот сразу мне мысль приходит вот то что здесь покрывали написано да которое снимается только Христом когда Христос умер перед воскресением да своим на кресте то завеса в храме разодралась вот сразу вот эта мысль ну как сказать напрашивается да сразу вспоминается эта мысль да ныне когда они читают Моисея покрывало лежит на сердце их да законников получается но когда обращаются к господу тогда это покрывало снимается господь есть дух где дух господень там свобода мы же все открываем лицо как в зеркале взирая на славу господню преображаемся в тот же образ от славы в славу как от господня духа да и аминь так давайте посмотрим может быть нам и четвертую главу тоже можно разобрать почему бы кстати и нет люди из тела и отворица так любовь христова обнимает нас так ну давайте все таки еще четвертую главу разберем я думаю можем там совсем не так много буквально брали две полные страницы и чуть-чуть ну чтоб уже скажем так завершить данную последовательность и следующая тогда одна из последующих рубрик будет с пятой главы ну так логичнее будет так ну давайте да здесь все-таки я скажу о чем идет речь да что не себя проповедуем но Христа да Иисуса ибо просвещены познанием славы Божией ну да сокровища сие мы носим в глиняных сосудах об этом тоже где-то говорилось или в предыдущей рубрике я читала кажется да когда откровения у нас были о церквях сосудах мы гонимы да мы смотрим не на видимое но мы смотрим да ненавидимое так это просто я прикинула о чем здесь ну давайте все-таки прочтем эту главу тоже так посему имея по милости Божией такое служение мы не сейчас что это такое а еще раз начинаю посему имея по милости Божией такое служение мы не унываем но отвергнув скрытые постыдные дела не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие а открывая истину так представляем себе да представляем себя совести всякого человека пред Богом да то есть проповедуя благовествую не искажая Слово Божие как сегодня это принято особенно стихи из контекста вырывать да как удобно вот но при этом проповедую истину да чтобы для всякого человека быть примером для всякого да прежде для неверующих чтобы они уверовали вот такое приходит на мысль толкования так дальше если же так если же и закрыто благовествование наше то закрыто для погибающих для неверующих у которых Бог века сего так чего а да у которых Бог век Бог века сего ослепил умы чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа который есть образ Бога невидимого да как это актуально сегодня ой ну просто обидно понимать что эти люди идут в погибель обидно особенно когда говорят на рано нам еще может когда нибудь старости мы уверуем я тоже можно сказать вчера с этим столкнулась очень обидно человека я знаю лично очень очень за него обидно честное слово ну не будем ладно в подробности вдаваться дальше пошли ибо мы не себя проповедуем но Христа Иисуса Господа а мы рабы ваши для Иисуса потому что Бог повелевший из тьмы воссиять свету озарил наши сердца дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах чтобы при сейчас преизбыточ ага чтобы преизбыточная сила была приписываема сейчас чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу а не нам мы сейчас что-то сложные слова пошли ага мы отовсюду притесняемы но не стеснены мы в отчаянных обстоятельствах но не отчаиваемся мы гонимы но не оставлены не излагаемы но не не погибаем всегда носим в теле мертв господа иисуса чтобы и жизнь иисусова открылась в теле нашим да это ключевая мысль всегда нужно думать о том что умер Христос за наши грехи да но воскрес чтобы мы так же воскресли в праведности но и потом тоже чтобы воскресли восхитились вот это кажется стихотворение мы ой стихотворение говорит стих мы читали кажется даже когда у нас занятия для крещаемых были так дальше ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради иисуса чтобы и жизнь иисусова открылась смертной плоти нашей так что смерть действует у нас а жизнь в вас но имея тот же дух веры как написано я веровал и потому говорил так я веровал и потому говорил и мы веруем потому и говорим зная что воскресивший господа иисуса воскресит через иисуса и нас и поставит перед собою с вами да это тоже хорошая мысль утешающая мысль тоже кажется на занятиях разбирали если я не ошибаюсь ибо все для вас дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу божию посему посему не унываем но если внешний наш человек и тлеет то внутренний со дня на день обновляется да это ключевая мысль что в наших пока еще тленных телах внешне мы стареем можно сказать наверное с каждым днем ну тоже клетки обновляются да процессы тоже обновляются но все равно уже вспять не повернешь да все идет к своему исходу к тлению то внутри конечно мы постоянно обновляемся да если мы хотим духовно расти совершенствоваться но повторюсь опять в господи да не в ересе какой-нибудь другой а именно господи именно в слове божьем да духовно растем совершенствуемся обновляемся ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерном так производит безмерном при избытке вечную славу да в кратковременное страдание легкое наше да производит в безмерном при избытке вечную вечную славу когда мы смотрим ненавидимое но на невидимое ибо видимое временно а невидимое вечно аллилуйя аминь да мы тем более как дети божьи знаем что видимое но временно да что вся земля и все дела на ней сгорят а невидимое вечно вот так сегодня наверное достаточно я думаю мы с вами 4 главы прочитали разобрали 4 главы уже второго послания слава господу за все ну давайте теперь наверное молиться прославлять господа нашего слава тебе господь благодарность за то что ты даешь нам послание откровение за то что ты дал нам послание откровение апостолов господь твоих да и наших скажем которые которые прославляли имя твое и мы господь тоже через них имеем утешение имеем откровение и так же господь прославляем имя твое благовестием нашим нашим и господь благодарность тебе за все что ты скорбях конечно даешь и утешение господь о чем мы сегодня говорили и читали и господь ты знаешь что мы проповедуем благовествуем не себя и так сказать не для себя проповедуем и благовествуем господь тебя и чтобы господь прославить имя твое и привести ко спасению многих да и так сказать хотя бы многих господь благослови господь каждого кто будет слушать данную рубрику если кто сейчас находится в скорбях утешь господь таковых ибо во всем есть твоя слава во век во имя отца и сына и святого духа аминь